Вот буквально какая-то палка железная. Да они у меня просто синие. Что за бубенцы? Ооо, да бесит, потому что полтора часа открываю самые важные и главные посылки с Алиэкспресс. Просто капец. Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша. И да, добро пожаловать вновь на большую распаковку с Алиэкспресс. Масштаб ролика вы уже видели. Все это мы с вами сегодня распакуем. И здесь у нас будет и летняя одежда, и сумки, и аксессуары, и даже чехлы для телефона. Моя любимая тема. Ну и вообще много всякого приятного и не очень барахла, который можно заказать на Алике. Как вы видите, на заднем фоне у нас есть надпись «Днем рождения». Это все не просто так, не бутафория. Кое у кого на днях было ДР, кое-кто уже спит. Собственно говоря, можете поздравлять Баксика в комментариях. У него был не юбилей, у него был день рождения. Ему было 6 лет, да. Фоточки я уже выложила в Телеграм-канале, так что можете зайти посмотреть. Он там с тортиком фоткался, свечку задувал, так что переходите в Телеграм-канал. Ну и сейчас он такой довольный, 6-летний мопс, готов начать ролик, да? И я тоже готова. Так что давайте, большая распаковка с Алиэкспресс входит в чатик, погнали. Начнем с маленького пакета. Я заказывала очень много брелков на сумку, так что будем потихоньку их находить. Первая находка – это просто нереальные красоты брелок как на сумку, так и на телефон. Просто такой вот милейший аксессуар с вязанными тюльпанчиками нежно-розового цвета и нежной зеленой основой. Плюсом ко всему идет вот такой вот браслет из бусин. И все это дело крепится с помощью маленького карабина. Чтобы вы понимали, на Алиэкспресс он стоит около 200 рублей, а на Валбрис продается по 800, а то и дороже. Качество очень приятное, хорошее. Как будто действительно ручная работа. 10 из 10. А вот и, наконец-таки, первая сумочка. Больше я не ожидала, что она будет маленькой настолько. Просто думала, что она будет побольше. Да, я никогда не смотрю на размеры. Это сумка по типу сумки таксы. На удивление, кстати, кожа очень мягкая и она практически не пахнет. В общем, спереди у нас есть два кармана. Они на клепках. В них даже можно что-то положить, но крайне что-то маленькое. По типу аирподсов, мелочи, не более. Здесь такая же история. Честно, заклепки не очень. Качеством, как будто пару раз и они отвалятся. Бурнитура здесь золотая, включая молнию. Сумка доехала в целости и сохранности благодаря вот такой вот большой подушке. Внутри здесь просто большое отделение и есть маленький кармашек. Там можно положить что-то отдельно. Подклад черный, совершенно обычный, средненький. Знаете, он на самом деле шершавый, плотный, но хотя бы тактильно приятный. У нее есть только две ручки, то есть какого-то ремешка нет. Можно носить либо в руке, либо на плече. В целом сумочка мне нравится, стилевая, но по качеству у меня к ней претензии. Не слишком аккуратно прошиты ручки, то есть тут видно, как заходят шов на шов, немного торчат нитки. Заклепки мне также не понравились, но замок хочу отметить, качество отличного. Сумка не супер глубокая, но в целом вместительная. Десятку я бы ей не поставила, но вот баллов 7 точно заказать можно. Тем более на ВВ опять-таки они дороже. Да, у нас даже с вами будет обувь. Здесь туфли, которые я очень сильно ждала. Какие же они красивые. Я никогда не запомню, как называется эта форма лодочек. Буду их просто называть лодочками. Они с закрытым носом, острым и с открытой пяткой, при этом на каблучке. Я не могу сказать, что он небольшой, он такой существенный, тяжелый. Как видите, пришли в целости и сохранности. У меня они максимального размера, который был в карточке товара. И я уже знала, что они подойдут, потому что у меня есть абсолютно такие же туфли в черном цвете. Они мне понравились. И когда я увидела, что есть белые, подумала, что, наверное, их нужно заказать, потому что они подойдут под более светлые и легкие луки. Нравится то, что все приходит еще от таких маленьких пыльничков, в которых можно в целом эту обувь и хранить. Как видите, фурнитура здесь темно-серебристая, даже можно сказать черная. И с помощью вот этих ремней можно регулировать полноту изделия. В общем, если у вас большой взъем, то можно вот так вот увеличить объем этих туфель, что я, собственно говоря, и сделаю. У них нереальное качество. Они стоят, по-моему, 1800 на Алиэкспресс. В общем, за свои деньги это топовые туфельки из, конечно же, эко-кожи, но она мягкая и приятная на ощупь. Подошва выполнена следующим образом. 26 сантиметров. Это, по-моему, 42 размер у продавца, но они маломерят. По факту они максимум, наверное, на 40 с половиной. На пятке есть еще вот такая резинка, которая немножко увеличивает размер. Туфли классные, они мне безумно нравятся. Можно и с платьем, и с джинсами, и с брюками какими-то летними летящими. И сама модель, не скажу, что она какая-то супер популярная, но, мне кажется, она красиво сидит на ножке и подчеркивает ее. Девчонки, давайте поговорим о реально важных вещах. Шмоточки и аксессуары – это, конечно, супер. Но вот представьте себе идеальный денек на пляже. Загораем, купаемся в речке, наслаждаемся солнышком, а к вечеру – бац! И неприятное раздражение в интимной зоне. Узнали себя? Такие моменты напоминают нам, как важно правильно ухаживать за собой именно там. Интимная гигиена – это must-have нашей бьюти-рутине. И я готова поделиться своими любимыми средствами. Начнем с лактоцит-классик для ежедневной интимной гигиены. Обычные гели для душа и мыло иногда могут вызвать раздражение, зуд и сухость. Я думаю, вы понимаете, о чем я. А вот лактоцит бережно очищает, увлажняет и предотвращает неприятные запахи. Все благодаря мягким компонентам, которые успокаивают и увлажняют, не вызывая аллергии и не раздражают чувствительную кожу. Лактоцит-классик не только бережно очищает, но и помогает усилить естественную защиту, ведь правильный pH – это естественный природный защитный барьер. Обычно мыло не поддерживает нужный pH-баланс, что может привести к дискомфорту. Лактоцит же поддерживает естественный pH-баланс благодаря натуральной молочной кислоте. Кожа становится нежной без сухости и раздражений, и это чувство свежести сохраняется на весь день. Плюс у средства приятный, едва уловимый пудровый аромат. Просто огонь. Маленькое напоминание, сколько внимания мы уделяем уходу за лицом, да. Очищение, тонизирование, увлажнение – все для сияющей кожи. А про интимную зону часто забываем, хотя она тоже заслуживает заботы и любви. Лактоцит – это находка, которая поможет ухаживать за самыми деликатными местами, так же тщательно, как за лицом. Ваше тело скажет вам спасибо. И еще лактоцит очень экономичен. Одного тюбика хватает на 3 месяца или даже больше. Плотная консистенция позволяет использовать всего небольшую горошину. И вот новинка от лактоцит – ежедневные прокладки мультиформ. Они незаметны благодаря форме, которая идеально повторяет изгибы тела и подходит под любой тип белья. Будь то классические трусики или стринги. Дышащая поверхность мгновенно впитывает и дарит ощущение свежести на весь день. И да, каждая прокладка в индивидуальной упаковке. Удобно брать с собой. У лактоцита вообще широкий ассортимент товаров, так что каждый из нас найдет что-то свое. Обязательно попробуйте средства от лактоцит. Все ссылки я оставила внизу в описании. Оооо, макаки пришли! Мы с вами недавно распаковывали такую же макаку с Wildberries, но там они стоят 280 рублей, а на Алиэкспресс они по 100. Так что встречаете серую макаку, коричневую макаку, бежевую макаку и темно-серую макаку. Мне почему-то захотелось их заказать в максимально нейтральных цветах. И главная фишка в том, что они могут вот так вот руку себе в рот засунуть. Почему-то уже не могут, что-то пошло не так. Слушайте, ну как будто на ВБ качество было у макак лучше. Как так? У них там у всех получалось свой вот этот большой палец засунуть в рот. Вот, вот, у нее получилось. Просто забавные, милые брелки, которые можно использовать хоть на сумку, хоть на телефон, хоть просто на ключи. И они, как обычно, заинтересовали Фунтика. Сейчас у нас будет битва за этих макак. Если что, они есть и в ярких цветах. Просто я хотела что-то такое нейтральное. Смотрите, вот так вот даже бах сюда беженького. И сумка вообще по-другому играет. Сразу видно, попи детства у тебя играет. Красота. Хорошие обезьянки. Если их можете подождать подольше, конечно, лучше на Алике заказать. Ох, как это все хорошо запаковано. Божечки, я думала, это уже все потерялось. Вот ни за что не догадаетесь, что это такое. Очень, между прочим, нужный девайс. Сейчас соберу и попробуйте догадаться. У нас тут происходят максимальные кайфы. Это для стаканчиков? Да, ты такой умный. Это держатель для стаканов. Такая история. Представьте, вы пришли в кофейню, взяли себе кофеек объемом 400 мл. Именно такой у меня здесь стакан. Слушайте, ну я не думала, что он настолько будет узко. То есть подойдет и для маленьких стаканов объемом 200 мл, 300 мл. 400 с трудом входит. Но за счет того, что это силиконовая вещь, она ее настолько плотно облегает, что вроде бы есть надежда на то, что все из стакана не выльется. Но как минимум у вас будет крышка на стакане, да? Да. Просто я была уверена в том, что это будет прям под горлышком. Просто нужно вот так натягивать. Ну вообще это, наверное, больше рассчитано не на одноразовый стакан, а на какой-то многоразовый, который у тебя дома. Да, ты надел и все, и ходишь довольный. Дальше можно надеть на свою бутылочку Стэнли. Я думаю, что я так и сделаю. Мега нужная вещь. Брелок в виде бантика. Это так мило смотрится. Это в жизни еще лучше, чем на фото. Как видите, выполнено это из маленьких бусин. И есть вот такой вот карабинчик в белом цвете. Как меня всегда все поправляет. Это не белый цвет. Это серебряный цвет. Окей, в серебряном цвете. Кокеткор подъехал к нам. Суперский бантик. Сто процентов вам рекомендую. Ой, сколько здесь мелочей приятных. А я вам говорила. И еще раз говорю, здесь будет очень много вот таких вот мелких аксессуаров. Как правило, вся вот эта мелочь идет крайне долго. Поэтому я вот это все добро собирала, наверное, два месяца. Итак, первое, что у нас тут есть, это вот такое вот ожерелье с бегунком, которое не бегает, а медленно передвигается. Это так приятно и плавно идет. Как вы понимаете, это вот такое ожерелье надевается на шею, и шнурочки просто свисают. Хорошая. Я помню, что она стоила 3 копейки, но недорого. За свою цену огонь. Далее. Из ожерелья в серебряном цвете я заказала вот такое вот с кулоном в виде сердечка. Но я уже вижу, что это как-то странно, ведь сердечко оно пустое. Цепочка совершенно обычная, простая. Но само украшение выглядит просто. Но с какой-нибудь маечкой, если надеть еще, наверное, какие-то украшения, у вас будет такая комбинация из различных ожерельей. Вот тогда да, тогда оно зайдет. Вот это очень мило. Вы посмотрите, какая прелесть. Это вот такой вот красивейший красоты. Невероятный чокер из бус. Он с маленькими-маленькими цветочками и лепесточками. Лепесточки, конечно, как будто супер яркие. Можно было бы взять более нейтральный оттенок зеленого. Но в любом случае это мило и по-летнему. Если это нежно-розовый цвет, то я взяла еще подобное же ожерелье, только в белом цвете. Вау! Ну смотрится оно совершенно по-другому. Хоть и цветочки даже одинаково связаны. Вы посмотрите, они как будто бы даже не сестрички. Подружки, да, но не сестры. То есть совершенно разный вайп от них идет. Да-да-да, посмотрите, здесь другие лепесточки, они вот как раз-таки менее яркие. Нежно и по-летнему. Рекомендационно. А это уже нечто странное, даже похоже немножко на DIY. Плетеный чокер из белого бисера с вот такой вот акцентной клубничкой. И она не простая, она немножко металлик. Она покрыта каким-то слоем сверкашек. Сверкашек, как какашка. Светится очень ярко. Надеюсь, на камере это видно. Знаете, такое бензиновое свечение, такое фиолетовое. Сплетено аккуратненько. Лайк, подписка. И внутри нас ждали серьги. Я их заказала к определенному джемперу. Может быть, кто помнит, в одной из прошлых распаковок был леопардовый джемпер-кардиган с пуговицами, которые были подобны этим серьгам. И вот, я надеюсь, они классно замычутся. Слушайте, ну в жизни тоже красиво выглядит. Похоже на натуральный камень. Естественно, это пластмасса, но выглядит здорово. Немножечко веет каким-то вайпом Old Money. Хорошие серьги. Просто зачем на такую маленькую посылку такой большой пакет? Причем как-то странно Алиэкспресс работать. Некоторые посылки большие он объединяет, а вот такие малипуски нет. Это снова брелок в виде бантика. Бантик пластиковый и он легкий, но при этом карабин тяжелый. Кокеткор снова с нами. Так что бантику я ставлю 10 из 10 хорошего качества, без царапин. С обратной стороны он выльет вот так. То есть видно, что это пластик и он крашеный. Блин, вот это смешно и грешно. Такой же брелок на Валбрис я видела за 600 рублей, а я его купила за 100. Здесь у нас идет большой жемчуг, сердечко и вот такая табличка, на которой написано Name, Tail, Birth. Знаете, это как будто адресник у собаки. Имя, день рождения, телефон, куда обратиться. Вот типа такое. Будем считать, что это адресник. И абсолютно такой же брелок, только в золотом цвете. В золотом цвете выглядит странно. Посмотрите, у всего золото разного оттенка. Сердечко какое-то зеленоватое, адресник золотой, жемчуг вообще какой-то покоцанный. Самый красивый цвет золотого у карабина. Но пойдет. За такие деньги ок. Приготовьтесь. Это очень большой заказ барахнишка. Вот, вот продавец сделал все правильно. Объединил все в один заказ. Тут очень много всего для веса сумок. Да, я заказывала это давно, когда вот только-только я начала искать брелки для веса сумок, Алиэкспресс выкупила просто весь. Что вы понимали, я купила 6 разных пружинок. Красную, розовую, белую, черную, желтую, синюю. Вообще они используются не только для красоты, но и в практичных целях. Сюда можно подвесить ключи, можно подвесить какие-то таблички. Но вообще они для этого и созданы, чтобы, знаете, какие-нибудь ящики подписывать и ключи вот сюда вешать. Далее, я не могла не взять вот этого монстра. Вы посмотрите на него. Этот его рог полосатый, этот его голубой оттенок шерсти. Ну, я думаю, мы с ним друзья. Вот это мне тоже понравилось. Какой-то шнурок на карабине. Причем посмотрите, какие качественные карабины. Бордовые, красивые. Взяла в двух цветах. В красном, в розовом. Ну, вот это вообще прям очень красиво на сумках смотрится. Типа такой прям стиль. Я никогда не была в Лондоне, и мне никто никогда не привозил вот такой вот автобус красный из Лондона. Я его решила себе заказать на Алиэкспресс. На удивление, он железный, и если вы вдруг поедете в Лондон, можете не тащить с собой вот эти сувениры. Потому что их можно все равно купить на Алике. Он стоил, по-моему, 200 рублей. Он безумно тяжелый, и из-за него может возникнуть перевес. Еще написано, я люблю Лондон. Ой, так я еще и розового монстрика заказала. Он не будет одинок. Их теперь двое. Розовый и голубой. Это уже какой-то новый уровень. Это сумка-брелок. Буквально ты на сумку можешь повесить сумку, если ты этот брелок будешь вешать на сумку. Вот она мне, правда, как-то не заходит. Даже не скажет, что это сумка, как будто какой-то меховой замок. С маленьким помпончиком. Там были все цвета не однотонные. Я выбрала самый нейтральный, хотя бы черный-белый. Он должен быть похож на зебру, но он не похож на зебру. Ставлю диск. Также меховая история. Есть в виде вот такой вот клубнички. Ее я совершенно случайно нашла. Она как-то вот на страничке у продавца была слишком где-то глубоко. Но когда я ее увидела, я такая думаю, что? Она сделана из войлока. Она такая даже слегка, знаете, колючая. Нам такое в доме нельзя иметь. Фунтик точно это захочет. Клубничка-бомба. Клубника-бомба, честно говоря. Ее я точно рекомендую. Как видите, она идет с золотой фурнитурой. И есть колокольчик, который дребезжит. Нет, нельзя. Мне придется прятать. Еще один меховой брелок. Пудель, друзья. И у него глазки и носик выполнены из бусин. Также есть такая бренчашка. И все это с золотой фурнитурой. Насколько я помню, цвет фурнитуры нельзя было выбрать. Типа вот только золотая. Фунечка, нет, это мои брелки. Прости, пожалуйста. Ты можешь только посмотреть. Он хочет его взять. Нельзя, Фунтик, нельзя. Next. Ой, это был замечательный продавец. У него было все. Под любое хобби, под любую страну. Ой, это что, оторвалось? Надеюсь, нет. Денис любит бадминтон. Я ему заказала. А ты же любишь бадминтон. Ты мне сам говорил, что тебе нравится бадминтон. В общем, тут все оторвалось. Был вот такой шнурок лав, и он оторвался, я так понимаю, от вот этого вот кольца. В общем, когда-нибудь починим. Это должно быть вот так. Это тяжелый брелок. Здесь есть ракетка для бадминтона. Можно мух догонять с ней. Есть валанчик. Ластиковый и жестковатый по факту. Плюс там есть кольцо. И есть вот такой вот карабин. Хорошего качества. Ура! Я починила. Вот так это все вместе выглядит. За 100 с копейками это супер. Мне же больше вот этот набор понравился. Это для тех, кто занимается теннисом. Я никогда не занималась, но всегда хотела бы попробовать. Тут есть теннисная ракетка. Она уже намного больше предыдущей. И теннисный мячик. Вы представляете? У него текстура такая же, как у классического теннисного мяча. Запарились. Карабин в комплекте. И ремешочек. Выглядит потрясно. Для любителей караоке я заказала вот такой брелок в форме микрофона. Оп! На-на-най-най. Зачем он раскручивается? Ребят, сюда можно что-то положить. Какую-нибудь записочку. Ну, налить навряд ли у тебя это все высыпется. То, что он раскручивается, для меня сейчас удивление. Качество брелока на высоте. Еще один малыш со спортом связанный. Брелок настольный теннис. Ну, это для тебя, да? Тут есть мячик, но он не похож по факту на мячик. И ракетка для настольного тенниса. Супер качество. Я в восторге. Самый, наверное, обычный брелок из всех это вот такой. С сердечком, цепочкой и бряколкой в красном цвете. И брелок хорошего настроения. Как видите, тут жетон со смайликами. Плюс сердечко из эко-кожи. С надписью. Также есть карабин и бряколка. Он был в нескольких цветах, так что имейте в виду. О, очень красивый нежный брелок сердечка. Плетеный из бусин. Плюс к нему также идет жетон. С мелкими надписями, которые даже я не могу разглядеть. И брелоки, с которых вообще все началось. Их я сначала нашла, а потом перешла в магазин продавца и понеслась. Я себе конкретно искала брелок с костями и нашла вот такой вот в розовом цвете. Как видите, здесь есть три кубика. И есть абсолютно такой же в черном цвете. Там выбор цветов огромный. Синий и красный были. Я взяла любимые цвета для себя. Розовый и черный. Девочки, я сама добровольно заказала аксессуары к своей влоговой камере. И это пришло так быстро, буквально за неделю-полторы. Я давно хотела вот такой вот адаптер, как здесь написано для моей камеры Osmo Pocket 3. Что это такое? Я вам сейчас покажу. Боже, сколько тут всего нужно собрать. Вообще, изначально нужен сам вот этот адаптер. Потом, я так понимаю, он вставляется вот сюда. Чем-то это все закручивается. Наверное, вот так. Но я не уверена в этом. Получилось. И тут главная фишка именно вот этого вот липса, который ты можешь зацепить куда угодно. Ну, допустим, вот сюда за стол и снимать на камеру. Я не могу понять, зачем вот это нужно. В общем, буду разбираться. Сюда вставляется камера. Потом о влогах покажу, как это работает. Если я сама разберусь, как это работает. Просто пакет, по которому явно ходили. Посмотрите, там следы чьих-то ботинок. Да, мне тоже интересно, что это такое и почему оно в таком виде. О мой бог! Это чехол-пистолет для телефона. Как вам такое? И, внимание, самый лютый чехол, который я когда-либо видела. Чехол сковорода. Это все на 15 Pro Max. Алло! Наверное, будут самые удобные в использовании чехлы. Если вы спросите, зачем я это купила. Те, кто шарят, поймут. Я хочу снять рилс. Те, кто не шарят, просто подумайте, что опять купила какое-то говнище и потратила деньги. Все. Но я это хотела. Но скажите, это прикольно. Если вам не прикольно, то вам не прикольно. Мне прикольно. Я не ожидала, что пистолет будет рабочий. Тут, наверное, тоже будет чехол. Нет! Просто объединили заказы. О, это поистине летнее украшение. Во-первых, вот такое ожерелье с морской звездой. И вы посмотрите на это янтарное плетение. Но это серьги. По цвету не совсем сходится. Именно ожерелье, оно более такое светлое. А серьги, они больше цвета золота-золота. А вот тут что-то некрасивое. Вот правда. Вы посмотрите, даже застежка здесь нормального цвета золотого. А звезда какая-то отстойная. Желтая. С каким-то даже силеным подтоном. Серьги будут куда получше. А-а-а! Это еще один упоротый чехол. Внимание, внимание. Интересно, подойдет по размеру. Да, это чехол-варежка. Денис, типа, ну не настолько упоротый, насколько это можно было. Нормально, мне нравится. Да, тебя прикалывает. Зимой так вообще хорошо. И держать не надо, сам держится. Для наших погодных условий, с нашей погодой, с нашим климатом, это идеально. Это вообще должно быть у каждого. Типа, это база. Это база. Если решил поговорить, тем более пока гуляешь, чтобы рука не отмерзла. Люди такие, наушники просто существуют. Ну, а вдруг у тебя нет наушников? А вот чехол с варежкой есть. Ну, прикольная тема. Причем сам чехол, он пушистый, его прям продумали. Я думаю, все видели такую тему. Типа, мы с друзьями обмениваемся ужасными чехлами. Если кто не видел в ТикТоке, это достаточно популярно. Ой, ждала. Набор колец. Большое пластиковое кольцо винного цвета. Среднего размера, наверное, где-то 16-й. Деревянное кольцо. Это реально дерево. Это не пластик под дерево. Маленького размера мне не надевается. Ну, только на мизинчик. Кольцо с таким вот коричневым, типа, камнем. Ну, это пластик, естественно, в золотом цвете. Ну, они все маленькие. Видите, только на безымянный палец. Большое золотое кольцо с красивым мраморным покрытием сверху. Большого размера. И совершенно простое золотое кольцо, которое даже похоже на обручальное. Вот так это все вместе смотрится. Опять-таки, на ББ видел этот набор за 600 рублей. Меня эти цены просто убивают. Девочки, тут что-то тяжелое. Какие-то обвесы. Если вы спросите, куда мне так много, я, как обычно, половину раздарю. Половину разложу в подарки. И только то, что мне понравилось, я оставлю себе. Это вот такие брелки, наверное, назовем. Как видите, к вот этому брелку есть вот такой вот вкладыш. Кто вдруг не знает, как это работает, сейчас покажу. Это все вставляется в чехол. Вот так вот. Да, у меня тут в чехле целая жизнь. И вот эта пипирка торчит из отделения, где заряжается телефон. И вы за эту пипирку цепляете брелок. Любой. Вот эти штуки прозрачные, они, если что, отдельно продаются. Готово. Изначально мне очень понравился вот этот цвет. Зеленые бусины в сочетании с малиновой ниткой и малиновым брелком. Его я сразу добавила в корзину. А потом я зашла в карточку товара и увидела вот это. Совершенно обратную историю. Тут розовые бусины и зеленый шнурок. Увидела вот это в стиле Тинькофф банка. Желто-черное. И не смогла оставить без своего внимания вот этот браслет в нежно-розовом цвете. Здесь за основу взята ленточка нежно-голубого цвета. Везде идет еще вот такое сердечко с надписью Moseroh Yano Science 1988. Возможно, это закос под брелки какого-то бренда. Но я, честно, без понятия. Я даже так оставлю. Мне очень понравилось. Уникальная вещь. Вроде бы и бессмысленная, но столько, наоборот, в ней смысла заложено. Карманное зеркало в виде сердечка. Видите? Оп. Они одинаковые, эти зеркала. Я думала, может быть, одно обычное, другое увеличивающее. Оба увеличивают. Вот зачем? Также зеркальная сторона идет на внешней стороне этого зеркала. Но что самое главное, это зеркало идет на цепочке в виде бусин. Я вам прямо сейчас продемонстрирую, как это все работает. То есть, это такой вот дополнительный аксессуар, который еще и несет за собой хоть какой-то ресурс рабочий. Забавно. Мне нравится, как это смотрится. Я даже, пожалуй, оставлю. Буду к концу видео сидеть вся в садках. В садках. В садках вся обвешанная. Оно увесистое, между прочим. Я купила за 460 рублей. Опять-таки, к теме Вайлборис там он стоит касать. Просто в два раза дороже. О, посмотрите. Вспомнишь про Вайлборис? Так вот, он к тебе приезжает. Что-то в таком пакетике. Вы заметили, что почти вся бижутерия с Вайлборис, она в подобных пакетиках. А на Алиэкспресс нет. Это такой красивый набор колец. Я вот так ждала. Потому что здесь сочетается и серебряный оттенок, и золотой. Но, честно, вот это кольцо выглядит как-то супер дешево. Оно должно увеличиваться в размере. Ну, что-то как-то тяжело. Ой, как это красиво на руке смотрится. Роскошство. И второе колечко, оно мне напоминает дверную ручку. Или какую-то кнопку. Буквально можно будет на ваш палец повесить кухонное полотенце. Ой, ну это роскошно. В комплекте нам еще положили салфетку для того, чтобы протирать эти изделия. Это что? Может быть, это действительно серебро, что ли? Да нет, это видно, что это... Нет, это серебро 925-й пробы. Теперь понятно, что за люкс ко мне приехал. С салфеткой, с пакетиком для хранения. Представляете, купила серебряные украшения. Ну, забавная история. Теперь у меня есть тоже серебро с Алиэкспресс. И проба даже стоит. Там просто написано 925. Лайк. Ооо, еще один упоротый чехол. Просто трэш. Девочки, как вам такое? Как говорится, подстраиваться под общество и быть счастливой. Это чехол в форме моторолы раскладного телефона. И да, помимо того, что он и так очень большой, у него еще и вот в этой крышке есть зеркало. Посмотри, тут надо зеркало вот это достать, потом снять пленку, а потом его обратно вставить. There's a skull. Ответить. Сбросить. И телефон ваш увеличится примерно в два раза. Интересная история. Сзади написано телефон. Ну, кстати, лайк. Вот кому надо, то можно взять. Хороший пришел. Хоть немножко шмоточек. Я уже вижу, что цвет не соответствует реальности. На картинке он был более нежный и розовый, а в жизни он какой-то лососевый. Это комплект одежды и цвет мне не нравится, правда. В общем, в чем суть? Здесь сверху у нас идет вот такая вот блузка. Она похожа на блузку, которая сегодня надета на мне. Это тоже, кстати говоря, Алиэкспресс. В прошлое и в одной из прошлых распаковок я вам ее показывала. Материал около хлопка, возможно, с примесью полиэстера, но приятный на ощупь. Полиэстера, видимо, много, потому что хоть темнется, но форму при этом держит. Слушайте, ну Элька действительно наконец-таки Элька. Фишка, конечно же, вот в этом вот красивейшем ажуре. Это резинка по факту, да? Или просто такая атласная лента, которую пришили. Но пришита ужасно. Если издалека это, может быть, выглядит норм, то здесь, чтобы вы понимали, даже нитка выбрана не бордовая, а какая-то коричневая. Вы посмотрите на вот это. Они даже не удосужились убрать вот эти вот лохмотья куда-то вниз и подшить. Выглядит дешево. Конечно же, на модели, на фотографии это выглядело намного лучше. Я так понимаю, что это взяли и слезали с какого-то бренда из Инстаграма, потому что там подобные костюмы я видела у разных девушек-блогеров зарубежных. Похожие. У них тоже были карманы рюши, но это выглядело все намного лучше. Реально дешевая копия с Алиэкспресс. И брюки. Ой, да фу, какие они. Вообще не очень. Вот так вот и заказываю на Алиэкспресс. Приходит кот в мешке. Стопроцентный полиэстер. А я вам о каком-то хлопке тут вещаю. Брюки просто прямые. Вместе попы как будто бы собирается какая-то складка. Надеюсь, по фигуре они сядут лучше, чем я это вижу сейчас. Пояс и резинка, которая тянется. И на попе есть карман. Как будто брюки вообще отличаются от того, что было на модели. Ладно, на модели плюс-минус похожие брюки, поэтому сильно бомбить не буду. Возможно, просто в этом костюме модель украшает данный костюм, а не костюм ее. Выводы такие. В целом, костюм сел хорошо. Несмотря на то, что сначала, я думала, будет хуже. В реальности лучше. Я думаю, что блузку можно спокойно носить и в свет куда-либо. А вот с брюками как-то история совершенно не та. Они прям похожи на пижамные. Либо на брюки для похода на море. Вы знаете, вы приехали отдыхать, что-то легкое на себя накинули. Вот, костюм идеальный. Вот так я бы просто по городу сейчас, наверное, не пошла. Не вяжется. Но для каких-то курортов вполне себе. Блузка с длинными рукавами. Она такая приятная, свободная. И на мне смотрится как будто лучше даже, чем какая-то тряпочка сама по себе. То есть, окей, даже практически так же, как и на модели. Что меня радует. Кому интересно, брюки достаточно высокие. И пояс у них, хоть и на резинке, он как-то не сдавливает. То есть, комфортный. Костюмчику ставлю лайк. Единственное, он сильно пахнет новой вещью. Прям такой концентрат. Надо стирать срочно. Еще немножечко брелков. Так, пожалуйста, не ругаться в комментариях, что их слишком много. Я хотела, я купила все. И вы посмотрите, что вы захотите заказать себе из такого огромного количества. Тем более, этот тренд на без сумок никуда не уйдет. В ближайшие, мне кажется, полгода 100% захочется, я думаю, многим из вас, повесить что-нибудь на свою сумочку. Вау, это так красиво. Смотрите, здесь вязанный цветочек. Также есть... Это похоже на какие-то грузунки для детей. Вот такой вот брелок с большим цветком и с бусинами. И очень странный набор букв. N, X, U. Нюкс. Если вот так вот перевернуть. Вот таким вот образом это все работает. И можно их снять. Кстати, если вам буквы не нравятся, ну вдруг ли что-то свое повесить. Потрясно. И мне нравится, что все это на вот таком вот большом брелок круглом. Ой. А здесь, оказывается, на брелоке больше элементов. Во-первых, есть вот такой вот брелок Forever. Дальше, в абсолютно таком же стиле, но в других цветах, брелок с большим цветком и бусинами. И цветок из макраме, который похож на ромашку. Кстати, у него есть лицевая сторона и изнаночная. Изнаночная выглядит изнаночная. Интересно, вот это должно было быть на розовом брелке? Мне что-то не додали или это нормальная история? Но в любом случае классный. Одни, наверное, из самых клевых пока что за сегодня, которые вот уже хочется куда-нибудь нацепить. Вот еще один упоротый чехол в нашу коллекцию. А он как-то даже меня разочаровал. Ты понимаешь, что это? Да, это тачуля. Мне что-то думалось, что она будет объемнее. Она практически как самый стандартный чехол. То есть есть, конечно, какие-то здесь рельефы. Красивая, глянцевая тачка. Но это не сильно похоже на машину. Мне настолько это похоже на оригинал, как мне бы хотелось. Ну пойдет, ладно, хороший чехол. На троечку, наверное, из десяти. В плане моих ожиданий. Кто хотел себе ламбу, но нет средств, вот. Вишенки. Они шли буквально два месяца. Я думала, уже не дойдут. Их предназначение, я думаю, быть повешенными на сумку. Иначе зачем они делаются вот так? То есть это прям целенаправленный декор на сумочку, резачок и так далее. Берем и устанавливаем. Это очень красиво. Даже с этой сумкой сочетается. Смотрите, здесь золотая фурнитура, тут золотая фурнитура. Супер. Немножко нитки торчат, но их убрать и будет то, что нужно. Вишенки при этом наполнены. Здесь, видимо, синтепон, потому что он и вылазит как раз таки. С обратной стороны это тоже смотрится недурно. Там, конечно, видно все вот эти нитки. Но никто же не будет переворачивать. Так что лайк, подписка. Ох, ешкин кот. Я как будто какой-то бизнес по продаже брелков открываю. Потом ты говоришь, что у тебя там можно тормозить. Не, ну на самом деле я это все заказывала долго. Начиная, наверное, с марта месяца. И вот такие мелочи часто с Аликой идут очень долго. Поэтому я пока заказала одно, потом мне понравилось что-то еще. Первые заказы не пришли. И я такая, ну и это мне тоже надо. Я заказала сердечки в сером цвете, красном цвете и белом цвете. Ну какие же они шикарные. Это брелки конкретно на сумку. Бедная моя сумка, она сегодня будет вся обвешанная. Вот красный сюда подойдет как никогда, кстати. И с вишенками хорошо сочетается. Вот, в прямом эфире сделали с вами стилевую сумочку. Ну а брелкам сердечком ставлю твердую пятерку. Выполнены они шикарно и смотрятся суперски. Давайте уже большой пакет. С кучей маленьких. Как неожиданно. О, одежка. Это что-то приятное на ощупь. И как я понимаю, это уже моя любимая блузка. Ой, какая красота. Ну вы поняли, да, мой вайб на лето. Я, видимо, решила ходить каждый день в разных блузках белого цвета. Просто они все будут разных форм. И вот еще одна в мою коллекцию. У нее рукава не фонарики. Хотя казалось, что фонарики. В общем, главная фишка в том, что эта блузка идет как бы с шитьем. И это шитье имеет вот такие вот вентиляции. Да, ведь правильно называют это шитье, ведь называется? Может неправильно, если что, поправьте меня в комментариях. И также вот такой декоративный элемент есть по низу блузочки. Не могу сказать, что это все супер аккуратно сделано. Где-то торчат нитки, где-то какая-то строчка неровная. Но это если вглядываться так, вроде бы хорошо. Нитки убрала, и уже будет поприятней видок. Блузочка завязывается на три бантика. Так же, как и блузка, которая на мне. Если вы переживаете, что что-то будет просвечивать, да в целом нет. Главное надеть правильное нижнее белье, и все будет супер. Но сама ткань тонкая. То есть именно ткань, она просвечивает, да. Но вот в этих моментах вроде бы все нормально. Здесь же вы не видите, у меня белье, да? Ткань приятная, это 100% хлопок. Здесь уж точно, я помню карточку товара. И по ощущениям сразу чувствуется, что это натуральная ткань. Она такая, знаете, охлаждающая. У меня размер L, и я думаю, что она сядет на меня отлично. Швы внутри, ну такое, знаете. На баллов 6 по 10-бальной шкале. В целом неплохо, но намного лучше бывало. В любом случае, это летние блузочки. Я ставлю лайк, она мне понравилась. С удовольствием ее буду носить. Как по мне, топ, идеально села по фигуре. Приятная ткань, дышит тело. В жару, в тепло, вот на такие летние деньки в самый раз. И смотрится изящненько. Мне понравилось, я бы поставила 10 из 10 и рекомендую. Что это такое? Это не холодное оружие, это чехол для телефона. Вау! Да, вот такой вот чехол мясника в форме ножа. Если вдруг вы хотите показаться в компании интересной особой, то берите себе такой чехол, приходите на тусовку, и сразу все поймут, что с вами дела лучше не иметь. Извините, у вас чехол в виде ножа. Это пластик и ручка пластиковая. Он легкий, на удивление. Но в руке такая хорошо сидит. Главное, что он никак не травмирует. Тут везде углы скошенные. Лайк. Это тоже детский сад. Сейчас многие не поймут. Нельзя грамме в рилсах. Я увидела вот его, мышонка. И это такой ободок, который придерживает твою челку. На Вайлборис он стоит 1000 рублей. Он уже там продается, так что кто хочет быстро купить, можете найти на Вайлборис. Их там огромное количество. Но я заказала по 300 с Алиэкспресс. Ты одеваешь это на себя, и в руках у мышонка есть заколки. Берешь свою челочку, и вот так вот ему бах. И вторую челочку в ручку. И все. Твоя семка в надежных руках. А если точнее в лапах. Если вы спросите, зачем это надо, я без понятия. Но по-моему это круто. Это круто для таких же прибзикнутых, как и я. Я вот так буду ходить по дому, я так буду ездить в машине, я так буду делать макияж. Супер, мне нравится. Но поскольку я не могла остановиться, ведь на Алиэкспрессе не только это мышь. Есть еще вот такая вот дама с орущим ртом. У нее такие же заколки в руках. Мистер Крабс. Смотрите, какой он плюшевый, хорошенький. Какие замечательные заколки. Глаза, все как надо. Ободок нежно-розового цвета. Но сзади, конечно, Мистер Крабс выглядит убого. Его плохо сшили. Доставка платная была у всех, представляете? Вот это меня разочаровало. Но пришло достаточно быстро, недели за три. Это, кстати, еще не все. Вот здесь точно будет тоже ободок, так что давайте распакуем. О, мой бог, вы на это посмотрите. Это вообще люто. У нее еще своя заколка, что ли, есть. Девочки, ей резинку положили. И заколку положили. То есть она и себя будет держать, и меня. Это странно, у нее заколки располагаются на теле. Мне кажется, это неудобно. На сосках. Да, она соски ими прикрывает. Странная вообще девчонка. У нее две даже резинки. Лохматая. Это вот чисто я по утрам. Примерно так же я и выгляжу. Мы с ней подружки. Вот так вот ей заколку сюда банч. Хвостики сейчас сделаю. Это идеально. Если вы по утрам выглядите так же, как она, поверьте, мы с вами. Это лучшая вещь для меня, для 29-летней Марины Анатольевны. Это должно быть у каждой. Next. Ой, серьги в виде. Что же, что же это? А это прекрасные пчелы. Шикарные. Какие же они. Выглядят дорого-богато. Цвет у них очень хороший. Такой золотой. С элементами бронзы. Костюм. Комплект состоит из двух элементов. Первое. Это вот такой вот жилетик белого цвета. Он такой легенький. Ну, это, наверное, не лен, но, возможно, даже хлопок. Неужели это будет полиэстер? Я просто удивлюсь. Я решила себе заказать такой костюм в белом цвете, хотя вот недавно распаковывала похожие в хаки. Но это другой продавец и совершенно другая ткань. Она более натуральная. И, внимание, брюки. Хорошая длина. Но какого фига они с подкладом? Они же летние. Ребята, это двойные брюки. То есть сверху это хлопчатобумажная ткань, натуральная. А внутри голимый полиэстер. Как это объяснить? Я бы поняла, если бы это была юбка. Но нафига у брюк два слоя летом? Возможно, это как-то будет отводить влагу. Я просто не шарю. Посмотрите, какая у них тоненькая талия. То есть они на высокой посадке. Очень хочется, чтобы они на мне застегнулись. У брюк есть вот такие лямки под ремень, что радует на самом-то деле. Также есть сзади выточки, которые будут немножечко стройнить. Также есть выточки спереди. Карманы. А куда они такие глубокие? Я в восторге, на самом деле, от этого качества. Это похоже немножко на что-то такое типа фэбрик. Как будто, знаете, с магазина заказано из инстаграма какого-нибудь такого хорошего качества. Мои глаза рады тому, что я вижу. Даже строчки ровные. А, ну вот, уже видно, что Алиэкспресс. Потому что здесь неровная строчка. Здесь намного меньше отступили. Здесь больше. Вот. Чувствуется родное. Жилет тоже с подкладом. Но сшито качественно. Пуговицы у нас белого цвета. Они обшиты тканью. Всего идет три пуговицы. Мне нравится тот костюм. Главное, чтобы сел хорошо. От этого костюма только приятные эмоции. Он действительно из натуральных тканей. Хотя бы с примесью натуральных тканей. Потому что к телу ощущается приятно. Брюки сели на меня хорошо. Я переживала, что не застегнутся. Но нет. Все. Отлично в талии как надо. Лина даже практически радует. Не идеально совсем. Но окей. Можно так ходить. Красоваться. Но с другой обуви, понятное дело. Кстати, с какой? Пишите в комментариях, что лучше взять сюда. Я даже поверить не могу, что этот костюм с Алиэкспресс настолько. Он хорошо сшит. И жилетка, и брюки. Прям все село по фигуре. Мне безумно нравится. 10 из 10. Божечка, тут еще одежда. А-а-а. Кто смотрел предыдущую распаковку с Алиэкспресс. Там, где я купила товары, которые никто и не заказывает. В общем, в том ролике у меня был костюм вот с такой жилеткой. И мне жилетка была очень большая. Я решила ее продать и заказала размер поменьше. Это М-ка. Если она не будет топоршиться, это будет чудо. Но если она опять плохо сядет, то я уже пойду с ней в ателье. Потому что я думаю, что М-ку будет легче ушить под меня, чем Эльку. Спойлер. Она стоит 1100-1200. Но выглядит и по качеству она намного дороже этих денег. У нее также есть черный подклад. Это ткань под джинсу. Но это не джинса, за счет чего жилетка действительно легкая. И летом в ней должно быть комфортно. Права была та девушка, которая написала, что лучше оставь ты свою жилетку и отнеси ее в ателье. Не факт, что меньше размером сядет лучше. Она была настолько права, вы не представляете. Потому что эта жилетка очень сильно меньше. Как будто она даже не М-ка, а С-ка по ощущениям. И один фиг, она топорщится у меня вот здесь. При этом она мне грудь всю сжала. Видно, да? Как будто вот прям оп и ничего там нет. С лифчиком я не смогла даже застегнуть. Потому что места там просто было крайне мало. Итого, эта жилетка мне маленькая. То есть мне нужно снова заказать Эльку и уже ее ушить. Я была уверена, что М-сядет на меня идеально. Просто мне так нравится этот костюм, поэтому я не могу успокоиться. Мне кажется, он мне идет как-то вот. Просто надо будет вот эти моменты все сходить уже и вот в ателье отработать. О боги! Остановиться это не мое второе слово. Мое второе слово, второе имя. Потратить все и скупить все, что тебе понравилось. После того, как я отсниму рилс, я обязательно эти ободки отдам всем своим знакомым, чтобы они им держали челку. Ты посмотри, это ободок с хомяком. И у него тоже как-то странно расположены заколки. Я вот думаю, самый удобный вариант это вот именно вот этот мышь. Рататуй, да ведь это? И мистер Крабс. Потому что здесь как-то слишком они близко сидят. И как будто челка будет мешать. Ну, возможно, я ошибаюсь. Это не простой хомяк, это хомяк-парикмахер, что можно увидеть и подтвердить по расчетке. Блин, я заказала два одинаковых чехла, потому что думала, что первый не заказала, а второй заказала. Ладно, продам, разыграю или отдам. Это странная вещь, но летом она должна пригодиться. Это набор напальчников силиконовых. Причем не простых напальчников, а напальчников на пальцы ног. Прямо сейчас я нахожусь в балетках, которые, возможно, могут намазолить мне ноги. Но поскольку я сижу, они не намазолят. Но как часто бывает, когда вот эти пальцы начинают мозолиться ни с того ни с сего. Особенно, когда спортом занимаешься летом в кроссовках. И вот для этого я специально нашла на Алиэкспресс вот такие вот силиконовые накладки на ноги. Смотри, какая красота. Ну, вот сюда, допустим, до этой косточки не дотягивается. Они все одного размера и, по идее, они должны подойти как на тоненькие пальчики, так и на толстые. Слушай, ну прикольная тема. Ты не удивлен, Тенис? Смотри, ну на большой поджимают. Слушайте, на большом не поносишь, будет сильное давление и палец посинеет. Да не, у меня просто синие. На этих пальцах вообще не ощущается комфортно, на большом нет. Их в комплекте то ли 20, то ли 30 штук. Вообще много, на самом деле. Можно было выбрать разные значения, но я уже взяла побольше. Потому что для нас с Денисом эта тема актуальна. А, они большие. Вот, большие. Или такие же. Вот, чуть-чуть побольше. Да нифига так же давит. Значит, они одинаковые. Чтобы вы понимали, они не просто силиконовые, они еще и с вентиляцией. Тут, видите, есть вот такие маленькие дырочки. За счет чего палец, если и будет потеть, то не так сильно, и влага будет выходить. Будем считать, что находка топовая. И самое главное, недорогая. И спасет наши ноги. Ой, ну это же не лота. Это пушистый чехол. Внимание. К этому чехлу еще прилагается вот такой набор с расческой и с крабиками. И ты вот эти крабики нацепляешь на чехол, делаешь ему прическу. И становишься самой модной на районе. Или самой модной в рилсах. Уж как захочешь. Можешь не причесывать, можешь просто оставить этот чехол вот таким вот пушистым. Надеюсь, что сейчас уже прошел бум на эти чехлы. И они подешевели, потому что на этих денег как будто бы они не стоят. То есть рублей за 350 ок. Но я их покупала по 700. Это было дорого. Почему я говорю, что их? У меня еще просто пришли такие цветные чехлы. Я вам их не покажу. Покажу потом в рилсе. Ну, милашки, кто любит всякие такие вот дурацкие чехлы. Welcome. Кто за бубенцы? О-о-о. Внимание. Это все брелки, словно вы сгоняли в Японию. Брелок с вот таким вот японским котиком. Он еще и с рыбкой. И с какой-то табличкой. Перевод, который бы хотелось узнать. Как видите, брелок золотой. Есть и кольцом, и карабин. Качественной сил мы их нету. Куда такие крутые делают? Еще одна милота с пухленьким японским котиком. И с сакурой на его животике. Здесь ничего не бубенчит. А, это он сам бубенчит. И такой же котик есть еще в красном цвете. Стоили буквально рублей по 90. Тоже сакура на животике. Яркий, насыщенный винный оттенок. И плюс табличка. И еще один брелок с ангелочком. Да, уже не в японском стиле, а более что-то нежное. Выполнен неплохо, особенно учитывая его цену. Если что, это пластик. А это пластиковая жемчужина. Уже даже в ней не весело. Но да ладно. Что на этот раз? А на этот раз у нас две вот такие собачки. В стиле надутых шариков. Давайте я вам покажу первый вариант. Она полностью серебряная. Собачка эта пластиковая. Плюс идет вот такой вот брелок в форме сердечка. И карабин. Кстати, вот эти карабины, которые соединяют карабин и собачек в виде сердца. Еще я заказала с розовым карабином. Тоже, по-моему, миленько. Денис предлагает назвать видео. Скупила все брелки. Да я, в принципе, и не против. Да бесит, потому что я их ждала два месяца. Еще раз вам говорю. Я могла эти брелки вам показать еще раньше. Но они настолько все долго шли. И пришли все в один момент. И вот все вам показываю в одном ролике. О, именной брелок. Буква М. Он выполнен из кожзама. В нежно-розовом цвете. И ремешок в коричневом. И к предыдущему брелку в пару я заказала еще вот такой брелок в форме подковы. Не ожидала, что он будет настолько большой. Думала, он будет меньше, наверное, процентов хотя бы на 30. Я никогда не смотрю размеры, так что не удивляйтесь. Это также кожзам. Он максимально плоский. Я думаю, за счет того, что он плоский, он будет просто висеть, облегать сумку. И это даже ему в плюс пойдет. То есть не будет, знаете, дергаться. И мне понравился еще вот такой вот глубокий видный цвет. Он такой темно-красный. Поэтому взяла два. Качество ок. Можно брать. А зачем их разделили? Еще оранжевая подкова. Ну, оранжевая классно сочетается с коричневыми сумками, поэтому... На статье здесь должна быть еще оранжевая сумка. Назову этот ролик Маша и полтора часа ее распаковки Али. Полтора часа открываю самые важные и главные посылки с Алиэкспресс. Это нужно всем. Ой, это так красиво. Это летний набор. Давайте смотреть. Я заметила, что в Пинтере сейчас очень популярны украшения из бисера. Вот такая прелесть. Стоила, по-моему, рублей 400 набор. Здесь идет ожерелье и серьги. Мне больше всего понравилось ожерелье. Вы посмотрите, какая прелесть. Это похоже буквально как будто на вашей шее будет какой-то оазис. Цветы здесь разных форм и разных цветов. И все это находится на двух цепочках. Серьги куда интереснее посмотреть, потому что плетеные серьги встречаются реже, чем плетеные ожерелья. Они, во-первых, разной длины и, во-вторых, они с разными цветами. Знаешь, что мне нравится? Что-то они вот так свисают и цветы по факту смотрят вниз лицом. Сопля такая вот. Ну и это никак ведь не исправишь. Да ладно. Это продается набором, но также видела, что отдельно продается ожерелье без сережек. Денис, пожалуйста, не уходи от меня. Просто Денис в шоке от количества брелков на сумку. Алиэкспресс это вообще черная дыра. Там можно найти такое количество вещей, о которых ты даже не представляешь. Перейдем сюда. Это брелки с цветочками. Да, я скупила все обвесы на Алиэкспресс. Если что, брелок наполнен синтепоном. Вот вам подтверждение. Он вылазит. Ей зеленый цвет, силиконовый держатель. Плюс идет прозрачная цепочка. И этикетка флауэр. Дальше все то же самое, только в ярко-синем цвете. И все то же самое, только в нежно-розовом цвете. Очень красивые, стильные лайки. Что-то мягенькое. Это же как так? Компоновали мой лонгслив. Спасибо, в подарок положили вот такой вот гребешок. Это лонгслив, который приехал достаточно быстро. Я сначала его нашла на Wildberries, потом смотрю по фотографии. Фотки точно с Алика. Я уже его купаю, где модель с Алика. И нахожу лонгслив за тысячу против двух с половиной тысяч. То есть на Wildberries он был две с половиной. Я заказала за девятьсот, может быть. Вы увидите, в каком размере я его заказала. Наверное, это М-ка или Л-ка. Он вообще сам по себе оверсайз. Но я не думала, что он будет настолько большой. Учитывая то, что у него прямой крой. Но при этом не супер длинные рукава. Надеюсь, он не будет супер мешковинно смотреться. Он какой-то еще грязный. Что за фигня? Вот здесь видно грязь. Может быть на камере не видно, но знаете, она такая серая. Вот просто грязь. Вот эту грязь вообще не скрыть. Ее видно, видно, совсем видно. Да, он тактильно приятный. И он прозрачный. Я еще хотела к нему заказать какой-нибудь топ, но так и не заказала. Поэтому придется мерить так. Конечно же, это полиэстер. Сто процентов. Но это такой приятный полиэстер. Возможно, это вискоза. Но вискоза, по-моему, говорят, что это тоже искусственный материал. Много отзывов было на подобный топ и на Алиэкспресс, и на ВБ. Говорят, что он очень клевый именно по ощущениям. Но в целом мне понравилось. Что-то хорошо. Не с 10 из 10, но на семерочку тянет. Они такие большие. Обычно, когда что-то большое на карточке товара Алиэкспресс, в жизни это все равно все маленькое. Но они действительно огромные. Да, это вот такие вот подвески получаются. Золотое сердце и серебряное сердце. Честно, тяжелые. Как по мне, у них как будто очень короткая ниточка. Да, это все просто завязывается. Я понимаю, что с этим образом не очень. Особенно с этой мышью. Но с каким-нибудь простым аутфитом. Тупо должна быть простая белая майка или черная майка. В общем, что-то должно прикрывать вашу грудь. А сверху мы надеваем вот это. Я думаю, тогда будет хорошо. И вот через голову не снять. Ну, слушайте, необычно. Пока что я еще ни у кого такого не видела. Так что можно смело носить. Потому что скоро, наверное, это будет у всех. Чисто поржать заказала. Мне это Алиэкспресс порекомендовала. Думаю, если он считает, что мне нужны вот такие вот трусы с дырками на попе, значит, мне это надо. Это чтобы попа была вот такая вот. Чтобы были булочки такие выразительные. То есть это нижнее белье, по идее, надевается поверх вашего нижнего белья. Ну, мне так кажется. Как дополнительное для того, чтобы сделать визуальное увеличение и округление ваших булочек. У меня размер L. И что-то мне подсказывает. Что-то как-то я сомневаюсь, что это хорошо все сядет на мою попу. Я читала отзывы, и все говорили, берите либо свой размер, либо даже размер меньше, чтобы это село как надо. Вот я взяла L. Ну, возможно, оно просто утянет так, как надо, и будет супер. Летом в самый раз проветривать свое перпело. За свои 380 рублей. Очень хорошее качество. Прям очень хорошее. Мы сейчас сравним мою попу в этих джинсах, в которых я сейчас нахожусь до. Как она выглядит. И как она будет выглядеть в этих труханах. Вот заметите вы разницу? Да или нет? Пишите в комментариях. Мой любимый желтый пакетик. Вы, кстати, заметили, что у Алиэкспресс сейчас очень мало таких желтых пакетиков. Ой, это аксессуары к камере. Меня Денис покусал, видимо, ночью. Я сама себе заказывала аксессуары для камеры. Я просто влоги сейчас снимаю почти каждый день по чуть-чуть. И, видимо, это вот как-то само собой приходит. Смотрите, что еще нашла. Это держатель для камеры. Сюда вставляется Osmo Pocket на магните. То есть каким-то железным вещам по типу стола. Вот это, мне кажется, самый крутой держатель. Он самый универсальный. Можно на стол прикрепить. Можно на какой-нибудь стул прикрепить. На столб прикрепить можно. На машину. Угол можно еще как-то, по-моему, регулировать. Можно, только как-то вот странно. Клевая вещь. Возможно, влоги выйдут на новый уровень. Обычно просто блогеры всегда так говорят. Я обновил камеру, но все. Видео уходит на новый уровень. Это так странно. И в этом же заказе еще одни обвесы. Нет. У меня нету диагноза шапоголик. Такой розовый. Очень красивый. С надписью XOXO. Мне шарик вот этот черно-белый очень нравится. И, как видите, есть дополнение держатель для телефона. За это лайк. И абсолютно такой же обвес в синем цвете. Ярко-синий, только здесь уже надпись Love. И сердечко розовое. Какое вам нравится больше? Синий или розовый? Пишите. Мне почему-то даже синий. А это снова аксессуар для камеры. Вот его я точно хочу проверить. Кстати, все началось с него. Я смотрела какой-то корейский влог. И это даже был влог в формате вертикальных видео на ютубе. Потом уже я нашла горизонтальные видео от этой девушки. И она снимает на Osmo Pocket. И я смотрю, она показывает, что у нее в сумке. И у нее в сумке есть Osmo Pocket. И смотрю, на этой камере есть какая-то штука. Типа подставка. Я думаю, почему у меня нету? И вот я, у которой есть все. То есть у меня версия блогер или какая-то про комбо. У меня есть вообще штатив специальный. Но мне хотелось вот эту подставку, чтобы камера была маленькая. Видите, какая она компактная? Потому что просто так камера, она хоть и стоит, но делает она это максимально неустойчиво. И если вдруг у меня будет маленькая сумочка компактная, я буду брать не вот это, а вот это. Это лучшая покупка для этой камеры, я считаю. Смотрите, прикол. Если у вас есть вот такой вот удлинитель, то вы вставляете это вот сюда, и зарядка торчит. Мне это нравится больше, чем штатив, потому что штатив не везде стоит. Места ему не везде хватает. 500 рублей, а сколько радости. Тема, еще я сниму ободок или нормально, да, нам всем? Мне так нравится, так удобно, девочки. Ну я сниму, ладно, его, что. Хорошего помаленьку. Лучший ободок в мире. Теперь вы увидели, как он работает. Ты был моим другом эти полчаса. Да, это пухлый бантик красного цвета. И что вы мне сделаете? От него вайп нового года. Он мягенький, выполнен из плащевки, набит синтепоном. А вы мне можете объяснить, зачем здесь вот это? Ну вот буквально какая-то палка железная. Непонятно. Возврат за невостребованностью. Не возвратили, а мне прислали. Очки в черной оправе в стиле миу-миу. Настолько прозрачные линзы, что я подумала, что они без них. Конечно же, это тонкий хлипкий пластик. Остается только примерить. Ой, ну мне нравится. Теперь я в этом аксессуаре останусь. Мне вообще нравятся все вот эти вот очки в стиле миу-миу. Такие вот овальные. Хоть вы мне и пишите, что они мне не идут, и я похожа на училку. Пофигу. Пишите. Главное, что мне нравится. Желки в стиле боха. С помпончиками, с бусами. Деревянными. Представляете, девочки, это деревянные бусы. Навес легкие. Разные цвета будут, так что давайте смотреть все. Темный вариант. Более нежный вариант, яркий. Более зеленый, что ли, в варианте. Вот как выворы, скажи? Вот как? И очень яркий вариант. И они идут с карабинами. Карабины хорошего качества, легко закрываются, открываются. Но теперь, когда вы увидели все эти цвета вживую, вам будет легче выбрать, какой вам подходит больше. Если не использовать как брелки, можешь не использовать как серьги. Кстати, без шуток, смотри, как круто. Это главный аксессуар к камере. Portable power band for pocket free. На какое количество миллиампер часов? Стар, тирк контора. Вообще-то даже сайт есть. Тут должно быть какое-то офигенно большое количество миллиампер часов. Я даже помню, мы ехали с Денисом в автомобиле. Я ему говорю, я вот закажу такой power bank. Да, power bank у меня уже есть для моей камеры. Но мне вот этот понравился своим дизайном. Я думаю, пускай он лежит у меня в сумочке как дополнительный. Вот такая красота. Давайте сразу примерим. Никакой штатив не нужен, настолько он огромный. Почему на коробке не написано количество миллиампер часов? Но тут их около 20, что ли, было. Настолько много. Есть зарядный кабель в комплекте. Type-C и все. Инструкция. 4 тысячи, я вас обманула. А сколько в оригинальном? Это мало. Представляете, здесь 4 тысячи миллиампер часов. Даже айфон бы хватило, да, зарядить? И он даже заряжен. Здесь из 4-х 3 батарейки. Оно заряжается. Почему не показывает? У меня и так заряд 100%, поэтому он не заряжается. Кто ищет себе камеру для влогов, блин, покупайте ее. Мне кажется, в 2024 году вы ничего лучше не найдете. Даже я, которая любила все время вот эти вот мыльницы от Sony, перешла на Osmo Pocket 3. И, как видите, вообще не жалею, с кайфом снимаю вам влоги. Мне она очень нравится. Здесь есть место для брелока, я не знала. Я прицеплю обязательно брелок на эту камеру. И посмотрите, на этом пауэрбанке есть специальная вот такая вот штучка, вход, чтобы можно было прикрутить штатив. Разъем заметчился со штативом. Идеально, это идеально. Ну, Денис, скажи, что я крутую купила. А то он сидит все тут, обсирает все мои покупки для камеры. Ну ладно, горжусь собой, купила. Я, наверное, закажу еще, потому что постоянно мне не хватает заряда вот этой камеры. Она быстро заряжается, но и очень быстро заряжается. А тут у меня будет в сумке лежать. 3000 она стоила, короче говоря. Топ. А что это такое маленькое? Это вот прям ожидание и реальность. Это самые маленькие брелоки за сегодня в форме цветочков. Я была уверена, что они будут мягкие. Знаете, как пуховик, такие воздушные, стеганые. Но это пластик, это эффект стеганности. Лососевый цвет, желтый цвет и нежно-розовый. У каждого брелка белый карабин. Все красивые. Да, это же надо уметь накупить барахла и потом сидеть и так радоваться. Ну, вы посмотрите на вот это. Это просто невероятно. Это нужно всем. Это брелки в форме узелка. Они такие красивые. Они мягкие. Наполнены опять синтепоном каким-то. Тут у нас красно-желтый вариант. Зачем вот это? Правда, не понимаю. Один узелок от цепочки, которая, возможно, здесь была. А, она оторвалась, наверное. Здесь, как видите, цельная цепочка черного цвета. И тут все черно-белое. Карабин. И тут карабин. Тут даже есть вот такой ярлычок с котиком. Здесь тоже. За котиком можно лайк поставить. Просто капец. Помните, я покупала такой чехол на Wildberries? Я купила такой чехол еще в подарок на Алиэкспресс. Тут, смотрите, зеркало в форме сердечка. А сюда вставляется рандомная помада. И все это вешается куда угодно. Качество пойдет нормальное. Абсолютно такое же, как с ВБ, только дешевле. Потерянная футболка. Она странствовала. Страшно представить, сколько. Но она доехала. О, я обожаю футболки от этого продавца. Я вот прям в одном магазине постоянно заказываю себе футболки. У них очень приятное качество трикотажа. И всегда четкие надписи, рисунки, принты. В этот раз я выбрала себе футболку в свете серый меланж. И она такая немножечко затемненная. И надпись гласит Вот так называется бренд. Стоит 1000 рублей. Но они намного лучше, чем футболки с ВБ по полторы, по две даже тысячи. У них настолько приятная плотная ткань. Она вот прям держит форму. И идеальный пошив. Вы посмотрите. Это просто прекрасно. Даже не скажешь, что это Алиэкспресс. Настолько мне нравится. У меня футболки всегда в размере XL. Потрясающе. Это самая свежая посылка. Забрали мы ее вчера. Я знаю, что здесь. Сумочка. Мне нужна была сумка. Именно в оранжевом цвете. И желательно вот такой вот формы луна. Нигде я ее не нашла, кроме как на Алиэкспресс. За, по-моему, полторы тысячи рублей. У нее такая приятная кожа. Кожза. Цвет бомба. Он такой насыщенный. Такой яркий. Такой летний. Ручки единственные. Смотрите, каким образом крепятся. На вот такие выступающие гвоздики. То есть ее нельзя прям сильно нагружать. Иначе это все вот так вот начнет задираться. И, наверное, порвется. Причем такая фиксация с двух сторон. Фурнитура золотого цвета. Ой, внутри прям все плохо. Внутри говно. Внутри нету подклада. Посмотрите. Как будто стоит 300 рублей. Не люблю такое. Как говорится, губы накрасили, а жопа грязная. Запоминаем эту фразу, девочки. Она слегка мятая пришла. Хотя, видели, запакована она была хорошо. Сумка норм с внешней стороны. Единственный минус это, что нет у нее подклада. Тем более, за такие деньги. Она стоила не 700 рублей. Ё-моё. Это снова аксессуары для камеры. Давайте смотреть. Я бы вам их сразу показала все в одной группе товаров. Но, как видите, они пришли мне почему-то с разными заказами. Итак, у нас тут есть еще один держатель. Вот он просто стоит. У него противоскользящее покрытие. Зачем-то есть вот такие вот затяжки. Ну, наверное, для того, чтобы камера просто не вылетела отсюда. Это тоже стойка. Чтобы не закреплять штатив, но при этом, чтобы камеру можно было поставить на ровную поверхность. Несмотря на то, что штативами я все равно пользуюсь. Я еще заказала вот такой вот маленький. Ой, ну какого он ужасного качества. Но он зато повыше, чем родной. Ну, рабочий, но внешне фигня. Он хлипкий. Просто сравните. Оригинальный штатив, который, наверное, отдельно стоит тысяч три-четыре. И вот этот. Он стоил рублей, наверное, 300-400. Но я бы его вам не рекомендовала. Мне он не понравился по качеству. И еще одна подставка. Просто на многие подставки отзывов даже не было. Поэтому заказывала кота в мешке. Вот это тоже крутая. Я одну подставку вообще просто кину в машину, чтобы она там стояла всегда. Вернее, лежала. Она прям намертво, представляешь? То есть у нее настолько хорошая прорезиненная поверхность, что вот я шатаю. Ну, конечно, она уедет потом. Хорошо стоит. В комплекте был еще красный пакет. А в пакете двусторонний скотч. Вот видите, здесь тут уже наклеено. Это дополнительные мякушки, чтобы смягчать. Приятно. Продавец молодец. Все продумал. Хорошая подставка. Тоже рекомендую. Комплект одежды долгожданный. Я вам его показывала в прошлом видео про Алиэкспресс. Что вот я его жду. И вот он пришел. Здесь, внимание, джинсы. И топ нереальной красоты. Давайте начнем с джинс. Потому что они меня интересуют больше всего. Комплект стоил больше 3000 рублей. Но мне так понравилось сочетание топа и джинс на картинке. Они влажные и воняют сыростью. Потрогай, они прям мокрые. Да, обработаны. Ну, по ощущениям они мокрые. Смотрим на джинсы. Это модель флёр, когда идет жесткий клёш от колена. Но при этом сверху они заужены. Я обожаю такую модель. Моей фигуре она подходит. Посадка, насколько я понимаю, будет высокая. И у них очень красиво высветляется место под попой. И спереди также есть такие вот высветления. Фурнитура серебряная. Представляете, здесь не прорезано. Отверстие под пуговицу. Я такого не видела со своих времен. Помню последний раз мне покупали джинсы в конфискате, когда я была ребенком. И там не было прорезано. Это было, блин, 20 лет назад, наверное. Ура, все заходит и выходит. Джинсы идут стрейч. Ух, какой стрейч. Обалдеть. Смотрите, как это тянется хорошо. Красивая нитка подобрана, которая идет по контуру джинс. Такая светло-коричневая. Вот этот кармашек, допустим, плохо пришит. Он уже как будто отрывается. В целом джинса приятная, мягкая. Мне она нравится на ощупь, кроме того, что она как будто бы влажная. По ощущениям они будут красить. Потому что, посмотрите, карманы стали голубыми. Как будто и джинсы окрасили. Джинсы по виду вроде ок. Надеюсь, длина тоже будет супер. Топ. Обожаю вещи в клетку. У топа очень необычная форма. Я даже не знаю, как это называется. Знаете, как будто какой-то лайфхак из рубашки. Типа ты взяла рубашку бате и как-то странно повязала на себя ее. Здесь свисают вот такие вот лоскуты ткани, которые немножко издалека похожи, как будто свисают рукава. Этот топ идет на тонких лямках, но их можно скрыть при желании, и он будет просто открывать вам плечи. Как будто кажется, что он не будет большой. На примере, может быть, сядет хорошо. Это же реально рукава. Мне не показалось. Посмотрите, это свисающая рукава. Это такой стиль. Пуговицы горчичного цвета, как, в принципе, цвет рубашки. Он такой белый горчичный. Я бы даже сказала, что он молочно-горчичный. Вот она сшита. Вау! Посмотрите, какая здесь ровная обработка края. Обработаны абсолютно все отверстия для пуговиц. Нигде нитки не торчат. Швы внутри ровные. И она в пятом размере. Не знаю, что за пятый размер, но я заказывала бы на свою категорию веса. Как сшита эта рубашка, мне действительно нравится, и хочется поскорее это все примерить. Да, мои наряды с Алиэкспресс заходят все дальше и дальше. Это уже какой-то фэшн. Из май профэшн. Во-первых, зацените попку. Я в тех самых трусах, которые ее приподнимают. И поскольку эти джинсы, они очень облегают, заметно то, что здесь что-то вздернуто. И вылит как-то неестественно. По факту джинсы неплохие, приятные, тянутся. Но длина, как видите, немножко подвела. Они мне короткие. Хотя я так посмотрела, на манекене они смотрелись ультрадлинными. Такими, что буквально будут по полу нестись. Но не в моем случае. При этом в талии они мне велики. То есть я не могу сказать, что они мне прям большие, но в талии они большие. Они мне в бедрах ок. Пострела мне размер 3XL, который рассчитан от 70 до 80 кг. То есть все-таки большой размер я себе заказала. Боялась, как обычно, что будет маломерить. С блузкой все очень интересно. Она мне большая в груди. Прям большая. И да, вот эти рукава, они завязываются в бантик. Конечно, на манекене это все смотрелось куда интереснее. Надо как-то что-то с этим разобраться. Но в любом случае это смотрится странно. Подвели мне, конечно, больше всего джинсы. Потому что если взять длинные джинсы с каблуком, возможно вот эта рубашка будет супер. Потому что мой силуэт будет длиннее. Получается сейчас так, что у меня ноги укорачиваются из-за длинных джинсов. Ну, это, конечно, на любителя. Рекомендовать никому не могу. Прошу заметить, товар был вообще без отзывов, когда я заказывала. Сейчас стоит оценка 5. И есть 2 отзыва. Хотя купил 1 человек. Скажите, как это? Этот человек, который купил, это была я. Но я не оставляла отзывы. Как это работает? Очень странная коробочка. Так, девочки, мальчики, здесь очень много аксессуаров. Серьги-гвоздики в цвете серебра и золота. Тяжелые, стилевые. Точно лайк. Очень маленькие серьги конга. Вот это тот случай ожидания реальности. Я не думала, что они будут настолько крохотульки. Еще одни конга. Они мне напоминают ракушек. И у них размер уже хороший. Их будет видно. Качество, кстати, классное. Серьги конга с маленькими сердечками. С белым центром. Тоже неплохо выглядят. Плюс есть еще маленькие стразики. Размер, ну не сказать, что подвел. Но хотелось бы больше. Ожерелье с ковбойским сапогом. Вестерн меня покусал. Думаю, супер будет смотреться с клетчатой рубашкой. Ну и последнее. Это кольцо для тревожных. На самом деле кольцо день-ночь. Смотрите, здесь есть светлая сторона. Есть темная сторона. И ты меняешь сторону под настроение. Либо же под аутфит. Причем темная сторона имеет красивые нефтяные переливы. Размер я выбирала. Не помню уж какой. Либо он универсальный. Но подойдет где-то на 16-17. Сюда уже не заходит, к сожалению. С темной стороной смотрится волшебно. А со светлой более нежно. Светлая сторона мне вообще напоминает зеркало. Я знаю, что здесь. Ага. Это розовая блузка. Как неожиданно. Я поняла, что розовый цвет и я, мы совместимы максимально. Поэтому, когда я вижу что-то симпатичное розовое, сразу же кидаю в корзину. И вот я увидела такую нежно-розовую блузочку. Опять-таки по форму напоминающую ту, что находится на мне. Но вы посмотрите, какие у нее крупные завязки. Интересно будет посмотреть, как это смотрится. Цвет окей. Если что, у меня размер L. И вы представляете, здесь размер указан кнопкой. Это буквально она. По материалу плотная ткань. Плотнее, чем блузка сейчас на мне. Сшита неплохо. Хоть и есть где-то нитки, но в целом меня все устраивает. У блузки рукава фонарики 3 четверти, как и на мне сейчас. Она должна быть менее прозрачной, чем та блузка, которая на мне. Опять-таки за счет ткани. Вот я уже вижу, что мы с ней подружимся. Единственный цвет смущает, как будто на фотографии он был более холодный. А в жизни он более теплый. И немножко опять напоминает лососевый. Т.е. оттенок как будто не совсем тот. Но качество и то, как она исполнена, мне очень нравится. Внизу на рукавах есть резинки. Достаточно плотные. Проблема имеется небольшая. Знаете, какая? Вот догадайтесь, я стою. Короткая. Да, есть такой момент. Не на мой рост. То есть, если она в ширину ОК, то она на рост где-то до 165. Рассчитана, чтобы выглядеть окей. На мой 172, как будто вот коротыш. Но есть более сущная проблема, которая мне прям мешает. То есть, если она короткая, я могу сделать вид, что так и надо. Даже, в принципе, грудь на месте. Но есть другая проблема, которая меня прям напрягает и супер бесит. Я думала, ты догадаешься. Ну, давайте, пишите, как вы думаете, что это? Это рукава. С левой стороны рукав нормального человека, он свободный. То есть, видите, у меня рука там свободно себя чувствует, и все окей. Здесь очень тугая резинка. Настолько, что она мне уже все передавила буквально за пару минут. Мне прям больно. Я сначала думала, что они еще и разной длины, но по длине у них все, слава богу, хорошо. И, кстати, длина рукава совпадает с длиной изделия. Я не знаю, может быть, здесь можно как-то резинку распороть и расслабить, но потому что так невозможно, некомфортно. Всем буду говорить, что слила сама. Еще одна буква М, вязаная. Я думаю, это стиль макраме, да? Как будто бы из ковра. Мне понравился такой нейтральный серый оттенок в сочетании с нежным сливочным. И это брелок снова на золотой фурнитуре. Качество супер. И если вдруг кто не понял, он типа сделан из цветочка. С обратной стороны это выглядит не так красиво. Сейчас у меня и у Кати Клэп появится нечто общее. Такса. Да, вот такие вот у меня шутейки, только у нее настоящие таксы, а у меня сумка такса. Я себе хотела купить сумку таксу в магазине Love Republic, но я не успела. Их там все разобрали. Поэтому пришлось искать альтернативу. Да, я думаю, что я не хуже нашла. Во-первых, цвет необычный, такой глубокий, винный. Во-вторых, она достаточно длинная и объемная. Она больше, чем та, которую я хотела в Love Republic. Это кожзам, естественно, приятный, мягенький, такой глянцевый. С обратной стороны есть надпись бренда Adair. Я, к сожалению, такой не знаю, но это, видимо, китайский бренд. И достаточно популярный, раз уж они позволили себе вот это. Ручки длинные, как и присущи сумкам таксом. И внутри, внимание, аллилуйя, есть подклад. Да, он здесь не супер. Даже, я бы сказала, отстойный по качеству. Но он здесь есть, и на этом спасибо. Подклад бежевого цвета. Есть вот такой карман дополнительный, без замка. Вообще, даже смысла в нем не вижу, сюда не влезет ничего. Вообще, кроме карточки. Но он есть. Сумка вместительная. Вы посмотрите, как мало места в этой сумке занимает просто телефон. И сколько туда всего еще войдет. Как вы видите, здесь белый замок. Вернее, серебряный. Вроде с этим цветом сочетается хорошо. Замок качественный. Хорошо открывается, закрывается. Мне понравилось. Сумочка неплохая. Ну, спойлер. Похожие сумки уже появились на ВВ плюс-минус за ту же цену. Я все уже отшерстила, промониторила. Так что смысла на Алиэкспресс как будто не так много заказывать. Потому что цена там буквально 100-200 рублей варьируется. Еще одна такса в семью. Она уже без этой дурацкой надписи. Понятное дело от другого продавца. Какие длинные ручки. Какая она тоже длинная. Хоть это такса, но все таксы таксом рознь. Она немного другая. Она более вытянутая и при этом более низкая. Самая главная. Ой, девочки, там такой подклад. Во-первых, вы посмотрите, какой большой мешок. Форму сохранила хорошо. И вы сюда посмотрите. Вот это стоит того, чтобы подождать. Это стоит своих денег. Тут приятного черного цвета подклад. Очень мягкий, приятный на ощупь. Есть карман на молнии. Открывается, закрывается. Но сюда, честно, войдет помада и карандаш. Сюда паспорт не войдет. Также есть еще два дополнительных кармана с другой стороны. Места в сумке также предостаточно. Как видите, телефон. И при этом, сколько тут свободного пространства. Вот эту сумку стоит, чтобы заказать и подождать ее. Во-первых, у нее форма правильной таксы. Она максимально длинная и узкая. Замок здесь также серебряного цвета с плавным ходом. Ручки плотные. Смотрите, как хорошо сделаны. Да, они сейчас, конечно, немножко такие помятые. Но спустя время выпрямятся. Я ее повешу вот так вот с грузиком. Она повисит день второй и будет все как надо. Вот это 10 из 10. О, мой бог. Денис, это я для тебя купила. Посмотри, что я тебе купила. Брелок GTA Air и Лос-Анджелес. Ты рад? Кайф. Дарю. Также, Денис, тебе брелок-открывашка. Был только с видом на Нью-Йорк, поэтому пришлось брать его. И он такой, кстати, небольшой, маленький, компактный. Брелок для себя. Денису лучше не звать перевод. Пусси веган. Окей, окей. Он не такой яркий, как на фото, но тоже пойдет. Также этот продавец барыжет еще и аксессуарами. Допустим, вот такая вот цепочка. Это выглядит тоже, как обвес на сумку. Вы посмотрите на это. Это размер, да? Да, это размер. Помните, такие брелки всегда были на джинсах, да? Как этикетки они держали. Как это снять? Оно не снимается. По идее, ты же вот так вот пропускаешь. Ладно, придется разобраться. Красиво, но непонятно, как носить. И также ради сердечка я заказала украшение на розовой ленте. То есть сердечко розовое, розовая лента. И зеленое сердечко. Что-то мне так запало в душу, потому что зеленый этот цвет все-таки лето. Трава, цветы, все зеленые. В общем, вот такой вот красивый салатовый оттенок и лента просто белая. Главное, что вы должны знать, что эти сердца тяжелые. Мы сделаем это вместе. Крайняя подсылка с двумя пушистыми чехлами. Но я не могу вам их не показать. Вы посмотрите на это упортое нечто. Это кролик, у которого небольшое имеется косоглазие. Очень много уже нацепленных на него крабиков. Заколочек. Заколочки-звездочки в розовом цвете. Есть еще в белом. Это настолько упортое и плохо, что даже хорошо. У него даже уши разного цвета. Понимаете, голубой и розовый. Вот какой из них более упоротый? Наверное, все-таки белый, потому что у него уши разноцветные. Куплено по приколу. На этом наше путешествие по моим покупкам с Алиэкспресс наконец-таки подходит к концу. Все ссылки с этого ролика вы можете найти в моем телеграм-канале. Во-первых, потому что их очень много. Во-вторых, потому что ютубу не нравится, когда ты располагаешь много ссылок под видео. Поэтому, чтобы не рисковать, все ищите в моем телеграм-канале. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось с этой распаковки. Что вам вообще не понравилось. Я понимаю, что было очень много брелков. Но так получилось. Да, бывает. Зашел мне этот тренд с брелками. Я решила заказать все. Не ограничивала себя. Я сейчас сижу очень довольная. Буду сейчас все разбирать, распределять. И все в этом духе. Так что да. Все, пишите ваши отзывы, комментарии. Буду рада все почитать. Ну и увидимся с вами в новых роликах. Всех вас люблю. Желаю вам прекрасного настроения. И до скорой встречи. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова